В общем, всем еще раз привет. Я Максим. Я фронтенч в компании Pump Systems. И у меня не будет особо много кода. Это такой релаксационный докладик про не так давно появившийся принцип подход атомарного дизайна и инструмент, который в некотором роде, то есть, относится к такому подходу. Это как Pattern Lab. Собственно, я думаю, многие видели этот твит. Как происходит разработка в 2014 году. В этом устанавливается node, bower, выбирается set framework, approach какой-то и где-то на сороковом пункте пишем какой-то html. А если первые два пункта вопросов не вызывает, то дальше уже начинают появляться вопросы. Что выбрать? Основной принцип к выбору – это вот этот вот слайд. Много-много разных девайсов. Хорошая фоточка. Ну, вы постоянно видите в разных презентациях различные там эти слайды с разными девайсами, но тут такой попался, интересно. То есть основная идея какая? То есть мы должны не просто выбирать какой-то фреймворк, непосредственно разрабатывать дизайн-систему. Об этом даже говорил Стивен Хэй. Потому что мы не делаем дизайн страниц, мы создаем дизайн системы компонентов. Вы можете взять Bootstrap, можете взять Foundation, но проблем к такому подходу вы получите огромное количество. То есть у вас что-то, допустим, покажется, что не хватает или наоборот, что много лишнего. Вы будете обязаны даже следовать код стилю данного фреймворка. У Bootstrap, например, кто помнит основной элемент фреймворка? Jambotron. Я, например, не хочу его использовать, я хочу что-то другое. У меня нет такой возможности. Соответственно, частая несовместимость с текущей версией проекта. То есть вы какой-то проект сделали, решили переделать, а фреймворк взять уже не получится, потому что разная прочь, допустим. Ну и многое другое. К подходу разработки этих компонентов обычно приписывают различные наборы паттернов или стайл прототипы какие-то. Один из таких примеров – это Perse, который просто позволяет делать какие-то темки под WordPress с готовым набором компонентов. Или кто видел у старбакса стайл гайд? Никто. У них там есть стайл гайд. Там все описано, что ссылки взаимодействуют, какие grid systems используют, какие-то markup и проще-проще. То есть они вот реально заморочились, написали свой стайл гайд, и на всех проектах они используют все вот эти вот принципы описанные. Но опять-таки в таком подходу есть ряд ошибок. То есть это опять-таки временное создание, причем обычно это рассмотреть как дополнительный проект. То есть они сначала запустили готовый проект, а потом решили, а давайте сделаем стайл прототип, чтобы потом что-то еще доделось. Но это обычно. Понимают только разработчики, как что делать, и по сути времени очень много занимает, а смысла дальше как-то поддерживать этого уже нет. Ну и где-то полтора, наверное, года назад некто Брэд Фрост придумал такой подход простой, атомарный веб-дизайн или атомиковый веб-дизайн, если в английском. Смысл такой. То есть мы представляем каждый элемент на нашей странице в виде атомов, молекул, организмов, шаблонов и там окончательно страниц. То есть если возьмем какой-то произвольный сайт, то тут мы можем выделить под атомы, это простейшая какая-то структура, например, лейбл какой-нибудь один или input, кнопочку, абстрактные цвета и шрифты типа графика и прочее. Или под молекулу мы тогда уже будем использовать какую-то более сложную вещь, состоящую из наборов атомов. Это, к примеру, какая-то навигация глобальная, или там формочки, какой-то набор текста, иконки социальные, там прочие-прочие блоки. То есть они уже состоят из каких-то наборов этих атомов. И дальше по нашему принципу идут организмы. Организмы тоже более сложные структуры, такие как хедер, футер или какие-то статьи, артикл, комментариев блок или блок последних новостей или что-то такого плана. То есть это уже будет содержать организм набор молекул, который в свою очередь содержит набор атомов. Templates. Он, по сути, просто является такой заглушечкой, где вы рыбными текстами, ловером, бипсом просто задаете вашу структуру, такой легкий внешний вид вашего будущего сайта. В принципе, на этом этапе уже появляется какой-то более-менее готовый к продакшену код. То есть ему после останется просто добавить текст реального. Кстати, вот хорошая вещь – это просить у заказчика непосредственно какой-то реальный текст, чтобы проверить на уже более-менее готовой структуре какие-то там ошибки, если могут возникать и прочее-прочее. То есть добавим контент и там получили уже готовый сайт, который мы можем показывать нашему заказчику. То есть принцип какой – мы идем от простых элементов к сложным, соответственно, от абстрактного представления какой-то конкретики и от клиента, от разработчика к заказчику непосредственно. К такому подходу Брэд Фрост и там еще ребята, Дэйв Олсен, они придумали вот такой простой инструмент, как Pattern Lab. То есть такой инструмент позволяет вам просто создавать дизайн системы и ваших компонентов практически, ну, воспользовавшись любым фреймворком. То есть основная идея там такая – то, что вы просто берете, что любите и внедряете вот в этот инструмент и ничего сложного. По особенностям. Там шаблоны и паттерны написаны на языке must-tage, шаблонизаторе. То есть вы просто там пишете в файлих там совершения must-tage и туда пихаете ваше tml, все эти теги, все if-ы и прочее, то, что присуще шаблонизатору данному. Управляется это все дело через json, то есть у вас будет в структуре файлик с названием, допустим, какой-то header must-tage, да, и создаете header json, в который просто будете передавать переменные с их значением. То есть у вас в файле must-tage будет выводиться какие-то переменные, а в этой соне непосредственно уже значение этих переменных будет передаваться. Две версии pattern-luby сейчас появилась. Одна готовая, которая написана на PHP, вторая сейчас в разработке находится, она уже на Node.js, то есть там уже как-то побыстрее все это дело делается. Соответственно для версии с PHP нужно патч и какую-то версию PHP 5.3.6+. Естественно патч, чтобы нам настроить виртуальные хесты, чтобы посмотреть на наш сайт, на наш инструмент pattern-lab в браузере и там расшаривать по локалке, там показывать клиенту и прочее, прочее. Но тут был слайдик про то, что на Mac это как бы все из коробки работает, а на Windows там надо пошаманить немножко. Создается проект буквально в три строчки. Это если для PHP версии клонируете там с репозитория, запускаете билдер первоначальный, который создаст структуру, и дальше просто там либо watcher параметр, либо watcher error load и прочая-прочая ерунда. Соответственно для ноды тоже git clone, какой-то там репозитория с node-версией, и npm install и grand server. В итоге у вас откроется вот такая страница, где вы видите просто набор всех атомов, всех молекул. Вот она на одной из всей страниц. Собственно структура такого проекта… Ой, как все мелко. Ясно. Ну, короче, тут две папочки public и source. Практически можно из source не вылазить. Остальное вам вообще не касается практически. То есть из source оно компиливается в public, а на public у вас хосты апаческие завязаны. В source там папочки to data, patterns и css, html, images, cgs. И, собственно, паттерны. Вот уже тут повиднее. То есть здесь вот сейчас представлен паттерн атома простых цветов, используемых на сайте. То есть в инструменте сверху идет такая вот плашечка, на которой идет навигация. Это по атомам, по молекулам, по организмам, шаблонам и так далее. То есть это все выпадается, там все раскрывается и все такое. С этой стороны тут плохо видно. Значит, размеры экрана можете задавать как вручную, либо нажимая соответствующую кнопочку small, medium, large и еще пару разных параметров. Вот там в правом углу предпоследняя выпадашка показывает либо аннотации кода, либо сам код. Сам код откроется вот в такой плашечке, где вы видите два таба. Два таба – это html и mustH. Соответственно, html там просто скомплинированное html, которое вы можете, допустим, отдать какому-то баконщику, если у вас какой-то там сложный проект, допустим, или на том же php используется и в ваше бизнес не входит внедрение кода в шаблоны php. В mustH, соответственно, там будет представление в виде переменных и прочее. Значит, здесь вот уже организм получился, header, и здесь вот указаны аннотации, то есть которые можете написать. Они помещаются цифрками, и здесь вы можете дописать какой-то дополнительный текст для разработчиков, а для дизайнера, чтобы он посмотрел, то есть какой-то вспомогательная просто информация и все. Соответственно, если мы нажимаем здесь кнопочку tabic mustH, мы увидим нашу структуру, там хедер открывающийся-закрывающийся, какие-то классы и как там в двойных брекетах стильно-модно-молодежно, передача вызов просто атома или молекул соответствующий. Допустим, атом лога вызвался, молекула навигации и поисковая форма. Все довольно просто. То есть если вы что-то меняете, допустим, в атоме-молекуле, там какую-то структуру, то оно практически на всех паттернах изменится, где оно подключается. Здесь вот сверху у вас указано, где используется данный mustH, шаблон и второй вариант еще, кто его использует. То есть такая двойная зависимость. Это все в автоматическом режиме генерируется. Значит, тут паттерн. Что у нас? Темплей это идет общий, где подключается, соответственно, организм, как хедер целиком. Там какие-то параметры через решеточку, как emergency там какой-то текст выйдется будет. Какая-то простая структура просто с набором организмов, молекул и так далее. То есть как вы захотите, если это построить. В свою очередь, pages, они контролируются вот этим именно JSON. То есть вот вы там, где передали, вызываете всякие перемены, там emergency, да, открывающийся, закрывающийся тег и здесь вызов молекулы, которая делает alert и roar. Соответственно, в JSON вы указываете эту переменную и ставите там либо true, либо false, ну или какое-то там передаете значение. То есть это либо, может, картинка какая-то будет с ссылкой, там текст дополнительный и прочее. В принципе, вот на этом этапе вы можете подключить дизайнера, чтобы он вам дописал в нужные поля, в нужные переменные просто какой-то текст, чтобы у вас получилась какая-то более-менее готовая страница. Так, тут у нас есть ролик небольшой, как все это работает. Проигрываем. Проигрываем? Прошу, пожалуйста, Ладно, так, нет, я все-таки сначала начну. Значит так. А, все, понял. Да, если вы, так, я тут посижу, заметите, справа здесь вот есть такая тоненькая полосочка, вы за нее можете тянуть, и у вас просто резайзится весь сайт внутри браузера, вам нужно браузер дергать туда-сюда, это все внутри делается. Ну, практически, да. Вот он, поехал, поехал. И вот сверху вы видите там у подашки, которые просто показывают структуру вашего проекта, там шаблоны, страницы и прочее. Вот там шаблон, homepage страница. Это мы нажали сейчас кнопочку full, она развернула весь экран. Сейчас на random и disco mode. Вот это самая интересная штука. Оно в призвольном порядке, с призвольной скоростью начинает туда-сюда дергаться. Можете какой-то отловить там кейс, где может что-то поломаться. Здесь от справа вы подашка вы открываете код. Вот он у вас там откроется снизу. Можете отдать этот код, скипопастить бакончику или пускай он зайдет. А вот здесь вот именно идет подключение шаблона. То есть оно вот практически template и название шаблона и все. Дальше мы вот собственно переходим на паттерн с шаблоном. Вот видим код опять-таки на настоящем формате. Какая-то произвольная страничка, блок. Какая-то молекула этого. Была молекула, значит, гряда. Здесь, допустим, атом блок вот. А здесь вот уже представлен организм. То есть какой-то набор компонентов. Так, значит, внимательные могли заметить… Нет, не угадайте. Очень маленькая иконочка там. Сейчас я найду где-то. Ага. А, значит. Вот рядом с шаблоном там вот есть такой кружочек маленький. Да, я… Не, ну на десктопе это все видно, нормально. Значит, это показывает статус готовности вашего темплейта. Их может быть три. Это там in progress, completed и in review. Значит, in progress помещается как красненький, in review как желтый. И, соответственно, completed, зеленый. Можно деплоить на сервер, допустим. Задается это просто, дописывается к названию файла перед расширением через собачку. Так и пишется. Там in progress, in review, completed. Вот очень полезная вещь, чтобы следить за ходом разработки. Какой у тебя там этот? Собственно, по особенностям еще таких полезным. Watcher after reload, как я говорил. Grand pages вы можете, то есть дописать свой grand.js файл, который просто будет деплоить, build is, деплоить на вашу страницу на гранте, чтобы потом ее, допустим, показать кому-то, показать клиенту, что он сказал, вау, классно у меня все работает. Механизм page follow очень интересный. Вы, значит, выбираете какой-то девайс. Ну, это скорее будет обычный настольный компьютер, где вызываете там соответствующую команду и заходя с любого другого девайса на этот паттерн лаб, там, по локальной, допустим, сети, и нажимая на десктопе там ссылочки, переходя по другим страницам, у вас на всех девайсах автоматически будут также переходить на вашу кликнутую страницу на десктопе. Очень полезная вещь, считаю. То есть не нужно на каждый девайс отдельно брать, чтобы там переключить страницу, посмотреть, как она выглядит и все. Какие-то стандартные шорткаты, там, допустим, задание какой-то определенной ширины страницы, там еще что-то показать, код, спрятать, там прочее. Ну и для локальной сети можно использовать такой DNS-аппликуховый, как и ксип.io, как она называется, где вы просто задаете в Apache, в альясах название проекта, ставите звездочку и дописываете там остальное. а человеку вы можете выслать линку, то есть вместо звездочки будет ваш IP-адрес. И тогда просто он откроет, ага, видит, все, ваша версия. И много другого можете посмотреть на документации. Поиграться можно здесь. Посмотреть, как что работает. Скачать ссылки там на GitHub, вы видели. Вот. И в принципе как бы на этом все. То есть опять-таки возвращаясь к началу, то есть мы сейчас не разрабатываем как просто, как страницы, да, не делаем дизайн страницы, мы делаем дизайн компонентов, которые мы можем использовать и переиспользовать на ваших сайтах, то есть представляя в различные части сайта, компоную страницы. Вот как раз-таки нет. BM, допустим, это вы… Ну да, скорее всего оно практически да, но не да. BM вам просто уже задает какую-то готовую структуру, как использовать вам… Да, да, да. Ну вот у него такая первая версия была. Не, ну а сейчас они переносят на ноду как бы там… Нет, ну там просто бывает и ситуация, что если, допустим, проект вот как у меня, то есть у меня идет и фронт, и PHP-шный код, там какая-то CMS, допустим, используется, и подход у нас именно выбран такой вот, то что мы сначала какие-то прототипы делаем, дизайнеры это смотрят, дизайнеры это отобряют, в этот момент параллельно у нас идет бэкэнд-разработка, там какие-то компоненты, модули дописываются, и дальше просто идет вся эта интеграция, то есть как бы и… Практически да. То есть если у вас… Да, 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 все верно. Конечно, конечно, все верно, да. Скорее просто… Ну, сам человек просто он как идет, как в дизайнер, результат, там еще что-то, то есть какой-то композитор, музыкан, вообще-вот же, то есть это как-то не особо этого ориентира, вопросов можно писать да и волосом, у которого больше жизни. А про это он у нас помогает. Я уже послушал, вообще какая-то принципиальная разница между подходом как Ооск, как ССС, как СМАКС и так далее? Подходом говорят, что конкретно можно сделать, как он за структура, это за структура, он делал такую булочку, которая позволяет билдить из-за тех подфоков, что ж хотят. Да, хочешь использоваться, хочешь использоваться. Это свободный выбор, это всё же самое. Нет, это просто именно это долдование как гнометическое и при этом результаты, ты можешь пошарить его с кем-то и прочее. То есть тебе не нужно всё это дело, можно пострадать и начать на изучать. Делать там же блютон на GranPay, ещё что-то делать, чтобы просто показать реальный уже готовый результат без каких-либо дополнительных усилий. Так же можешь спросить клиенту или кто на какой-то уже более-менее готовый стрельцов позвалит? Ну как бы это вообще. Сейчас Димон у тебя спросит, как делать инстаграм, чтобы я не знаю. У нас просто, вот у меня был такой клиент, который, когда мы ему показали готовый практически прототип на подобные тулзе, он сказал, ну это ещё пару дней, чтобы это всё закончить до продажа. Когда ты клиенту показываешь, что за тип, который уже сделан в браузере и уже почти работает, то для него, для его клиентского восприятия, ну там, ну давайте тогда раскрасить это всё в красный и давайте завтра на продажу. Ну это уже просто ваша чанга. Приказать это? Да. Ты же разраблений и бездетом же. Придумать там всё. У тебя есть твоя посетительница? За твоей проблемой придётся сказать, что мы в браузере показали всё. Я договорился. Я договорился, да? Нет, где-то у нас есть такой вот продукт. Да, как мы живы, там сколько коробляй, если голосование, там какая-то, скажем, там подъедет, построил бюрократик и взялся за девушку. Ну факт такой, то есть, может там, да, взялся за девушку, и у меня есть все в красный. Там будет совет собираться, чтобы у меня есть все в красный. Да, да, да. То есть реально такой инструмент, там, ну, по очереди приходит для больших команд. Где идёт такая контерационная работа, конкурси, поинтерация. Не знаю, больше всего, наверное. Так а что, вот я, может быть, не совсем понял, на выходе прототип у нас или на выходе сайт? Или если на выходе прототип, то какие движения надо сделать, чтобы получить вброс? Да, на выходе получается прототип, там, ну, то есть будет какой-то, который можно сделать. А потом я, например, гул. Да, да. Да, да. Ну, просто, я не знаю, посмотрите, может быть. Ну, посмотрите, если что-то. Да, просто подхитрить. Приментировать. Приментировать. просто который позволяет просто генерировать это одно момента единовременно то есть просто сразу видно будет результат для всех людей то есть и менеджеру показать и еще что-то да вот у нас все ноль минут ждать node.js версии на это надо у ребят спросить почему они так долго делают но вот этот механизм page follow который я говорил он пока еще на Apache работает то есть он стабильно работает как бы пока они на node это имплементирует это много времени еще пройдет ищем можно вообще отлично спасибо 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 спасибо